То, что мы живем, равноудаленно от Уфы, Челябинска и Оренбурга, то, что налогами в магнитке кормится вся область, и то, что до определенного момента нас не видели, утомляло и разочаровывало. Но вот внезапно, буквально за год-два-три, мы стремительно начали меняться к лучшему. Нет, на нас не свалились денежные инвестиции. Нет, деньги были всегда. Но только сегодня бизнесмены получили возможность работать. А власть стала выбирать из учета предложений. А не руководствуясь другими, отсталыми принципами. И оказывается, мы своими руками можем делать не хуже, а в некоторых случаях и лучше областных центров. Главное, делать быстро и качественно, без надоевшего всем долгостроя. Ну а темпы работ по благоустройству скверов в нашем конкретно случае и на примере фирмы «Дор Римстрой» мы увидели буквально через месяц, после выхода нашего первого сюжета. Это в процессе, а это в завершении. Ну, на чем можно завоевать популярность? Или вызвать общественный резонанс? Ну, можно сделать репортаж из горящей точки. Либо, допустим, на фоне бушующих футбольных фанатов. Ну, нам популярность не нужна, и общественный резонанс в Магнитогорске сейчас вызывает положительные материалы. И вот месяц прошел, мы съездили в Таиланд, отдохнули. И нам позвонило руководство фирмы «Дор Римстрой». Для того, чтобы продемонстрировать, что изменилось за месяц, ситуация действительно впечатляющая. А что впереди? А впереди возможность сделать Магнитогорск городом действительно красивым, потому что, ну, честно говоря, покатавшись по странам хорошим и разным, видели много чего. И вот хотя бы лицо города. Лицо города должно быть выполнено в соответствии с мировыми стандартами. А лицо города Магнитогорска, ну, очень развитого и самодостаточного, должно выглядеть и еще лучше. Конечно же, на то, что сейчас стало привычным, через некоторое время никто не обратит внимания. И это правильно. К хорошему привыкаешь быстро. Но мест неблагоустроенных для деятельности этой фирмы думает схватит. Есть и проспект Карла Маркса, есть и новостройки. И будет, наверное, здорово в новых кварталах, не имеющих изначально проблем с коммуникациями, сделать красивое благоустройство. Если кто-то сомневается в возможностях фирмы «Дор Римстрой», проанализируем объемы работы, уже выполненные, и то, что осталось сделать в считанные дни. Не часто мне приходится удивляться в городе Магнитогорске. Но вы меня удивили. Ровно месяц мы не могли подумать, точнее, я не мог подумать, что мы будем стоять практически возле площади мира. А сегодня добрые 600 метров. Не быстро ли? Ну, мы можем справиться и с более большими объемами. Как бы это не предел наших. Тут работает всего лишь одна бригада, которая укладывает в день не менее 300 квадратных метров плитки. Мне казалось, что 6000 квадратных метров – это немножко. Но оказывается, это очень серьезный объем работы. На самом деле это огромный объем работы, потому что каждый кирпичик нужно уложить, утрамбовать, под него сделать подготовку. Здесь порядка, в квадратном метре 42 кирпича. Вот на 6000 умножить, сколько кирпичей нужно уложить. Это колоссальный объем. На данный момент мы подготовили людей, чтобы они отдыхали, так как основной отдых – это летом, чтобы сидели вечером, могли наслаждаться с детьми, влюбленные гуляли. Под цветом лампочек розы цветут. По крайней мере, это наш пока эксперимент – посадить цветы многолетние, а именно розы, дельфиниум, такие, как очень редкие. Это уже от себя, да, для красоты? Это пока наш эксперимент для красоты, чтобы наслаждался и наш глаз, и людей. Но красота должна работать не на один день, не два дня. И даже при строительстве дорог мы знаем, что, допустим, та же мощная структура «Юж-Уралавтобан» ну, ждет капризов природы. Это «Юж-Урал». Скоро ли закончим? Если, опять же, непогодные условия, не забывайте, что у нас Урал, мы сделаем все в срок и качественно. Это самое главное качество. Итак, как делать? Всерьез и надолго. Здесь это целая технология. И вспомнив парки прежние, мощенные железобетонными плитами метр на метр, в стыках которых зеленела травка, скажем, здесь такого не будет. И на примере благоустройства коттеджа рассмотрим технологию, по которой работает фирма «Довремстрой». Вспомним мультфильм из детства про то, как росток пробил асфальт. Асфальт из нашего детства толщиной 2 см пробить действительно было несложно. Но, сняв слой земли вместе с корнями растений, отсыпав скальным грунтом и выровняв песком поверхность, а затем, ровно уложив тротуарную плитку высокого качества ЗАО «Маглин», можно добиться потрясающей прочности, так как поверхностное натяжение обеспечивается плотной укладкой элементов. А трещины сколов быть не может по определению. Как, впрочем, и уж и грязи. Если вам делают не так, разрывайте договоренность и обращайтесь к этим специалистам. Да, и еще, предел мечтаний в саду или в коттедже, на даче или в деревне это красивые бетонные тропинки. Кирпичами вместо бордюрного камня это уже прошлое. Цемент сейчас стоит совсем немалых денег, да и крошится он, да и кирпич пригодится в строительстве. Давайте грамотно, из тротуарного камня. И подметать не надо, просто смыл напором воды и зимой не образуется неотдираемая ледяная корка. Ну, а реально насладиться сделанным мы смогли в саду Райском. И место такое находится по улице Советской, не доезжая до Ленинградской, в сторону вокзала. Здесь для дачников и не только разбит зеленый остров. Как можно было из 12 соток выкачать такое великолепие, я не понимаю. Но великолепие еще и под нашими ногами. Но, скажем честно, не все сделано фирмой Доргемстрой, а вот то, что сделано фирмой Доргемстрой. Какое ваше впечатление от их работы? Да, я тоже под впечатлением. В общем-то, за короткое время приготовить именно такие площадки, хорошее покрытие, качество. Многим нравится, многие, конечно, как и вы, под впечатлением. То есть, качество видно сразу, и люди довольны, довольны от этого отсюда. То есть, данную технологию, в принципе, можно рекомендовать для приусадебных участков? Вполне, вполне. То есть, да, это можно сделать и у себя на усадебной участке, и не только на усадебной участке, также и возле офисов. А сроки выполнения работы? Очень короткие. Мне показалось, что это очень даже быстро и очень так надежно сделано. А теперь прогуляемся по объектам сделанным. Доргемстрой, напомню, может и асфальт укладывать тоже. Это, как говорится, на вкус и цвет. Нужен асфальт? Сделают. Нужна тротуарная плитка? Пожалуйста. Нужно и то, и другое? Не проблема. Знаки поставить и разметку нанести? Тоже. Вот два объекта, украшающих левый берег. Есть, правда, еще один, но там работал легендарный Южоурал автобан, разумеется, для легендарного комбината. Здесь, у Дворца культуры, фирма с чуть меньшими возможностями, но с не меньшим желанием работать для магнитогорцев. Ну, а это здание и территория вокруг, многие годы бывшие немым укором, сегодня взятая амбициозными, в лучшем смысле этого слова, людьми, решившими встряхнуть автомобильный магнитогорск, благоустроенная фирма «Дорлемстрой» тоже. И не желая быть сверхангажированными, слышим мнение тех, для кого все это делается. И это уже новый объект и новый торговый центр на пересечении улиц Бориса Ручьева и проспекта Карла Маркса. Живете здесь, рядышком? Да, вот, в соседнем доме. Скажите, пожалуйста, лет пять назад, да какой пять, полгода назад, что здесь было? Здесь просто магазин стоило и все. А вот вместо того тротуара? Ну, здесь земля была грязная просто, напросто, беспорядок был. А сейчас? Сейчас хорошая площадка, со скамеечками, даже, смотрю, землю посадили, наверное, что-то растить будет. Лавочки, урны поставили, все чисто. Получился, наоборот, город, мне кажется, красивее стал. Находясь равноудаленными от транспортных магистралей и торговых путей, жить достаточно и даже сытого в Магнитогорске можно. Главное, чтобы денежный поток от стабильно работающего гиганта оставался тут же. Пусть строятся торговые центры, пусть будет больше мест, где можно отдохнуть и потратить заработанные. Здесь пусть кипит строительство, пусть возводятся дороги, примеров городов самодостаточных много. Надо только к этому стремиться. Сейчас есть реальная возможность зарабатывать здесь и не стесняясь, и не заваливаясь в рекламу, скажем. Мест для торговли, благоустроенных в городе, должно быть больше. Вот одно из них, доведенное до ума фирмой Дор Ремстрой. Так, место хорошее, но в отличие от большинства строительных рынков, почему мы стоим не в грязи? Кто постарался? Ну, в первую очередь нужно отметить, это фирма Дор Ремстрой, которая нам помогла заасфальтировать наш рынок, причем качественная укладка асфальта, все отработано, нигде никаких нет изъянов. Ну и мы регулярно с ними работаем, стараемся поддерживать наши отношения. Вообще, конечно, передача строительная, поэтому мы не можем не обладаться замечательными словами не только в адрес фирмы Дор Ремстрой, но и в адрес вашего рынка. Впервые увидел достаточно подготовленное место для приема посетителей и приема арендаторов. Но есть у вас еще и сюрприз? Хороший сюрприз для наших арендаторов, в первую очередь, это то, что мы предлагаем в течение июля и августа бесплатные торговые точки, бесплатные места. У нас есть наличие как холодной боксы, так и теплые боксы. Офисные помещения, есть столовая и есть теплые туалеты, что немаловажно в наше время. Ну и, конечно, качественное обслуживание для покупателей. Вот ведь как получается, сейчас не надо бизнесмену объяснять вещи непрограммные, как забить гвоздь или правильно держать инструмент. Он должен не заморачиваться на деталях, заниматься своим делом, зарабатывать деньги, содержать фирму и не более того. Впрочем, зачем это лургу или водителю такси, этим же заниматься. Время, когда не было профессионалов, прошло. А они, профессионалы, сами знают, где и какой инструмент приобрести, как и с кем работать. Если раньше вы забивали себе голову поиском то одной, то другой, то третьей бригады, в результате получали непонятно что, то сейчас, просто включив в определенное время телевизор, вы увидите работу профессионалов, которые, уже обкатав технологии на практике, могут делать быстро, качественно и, главное, в соответствии со сметными расходами. Мы с такими работаем, работайте с такими и вы.